А здрасте всем, добро пожаловать в Занворд, гран-при Нидерландов, гран-при Голландии, родина Максима Юсовича Ферстаппена, где у нас прошла последняя гоночка на прошлой неделе. И соответственно, кто ее не смотрел, может полюбоваться обзором, кто посмотрел и кто хочет посмотреть обзор, то вот пожалуйста, кто не смотрел, хочет посмотреть, ну может быть сначала посмотрите, в принципе довольно интересный этап у нас прошел, относительно сложный, но давайте обо всем по порядку. Во-первых, капелька менеджмента, у нас там подкопились какие-то ресурсики из прошлых заездов и мы решили заказать себе глобальное обновление на двигатель, теперь у нас он станет еще мощнее, еще быстрее, еще круче, приедет правда не так скоро, но в общем-то пускай работают, рано или поздно приедет, не с первого раза, так со второго. А также в скором времени мы ждем обновления на аэродинамику, которая в общем-то нам тоже надо, ну а если сравнивать темп развития нашего болида и как он вообще себя чувствует, то мы по-прежнему позади хасов и вообще в полной жопе. Также друзья у нас довольно-таки сильно износилась коробка передач и увы мы уже знали заранее до этапа, что мы будем получать штрафы за замену коробки. Коробка передач должна пережить минимум 6 гонок, у нас она 6 гонок не пережила 4 этапа и почти сдохла, в прошлый раз уже отваливались передачи. Один раз правда, но все равно это очень неприятный момент, эту гонку она скорее всего не пережила бы, поэтому нам надо по-любому ее менять, а так как мы ее меняем слишком рано, не пережившись гонок, то мы заранее знаем, что мы получаем штраф в 5 позиций. Также перед этапом у нас было большое интервью с прессой, которая приехала к нам в гараж и в общем-то если вы очень сильно хотите почитать ответики, то в общем-то почитайте, что я отвечал, но вкратце скажу, что тщеславного ублюдка я из себя не строил и вроде как отвечали на вопросики, мы довольно-таки адекватно пытаясь прокачать те или иные наши отделы, не знаю получилось у нас это или нет, но да ладно. Вообще говоря, вся эта тема с интервью была прикольной вот в 2018 формуле в самом начале, когда это было что-то новое, но честно говоря сейчас тоже дело порядком поднадоело, поэтому без особого энтузиазма и вообще наверное не буду я вам дальше это все показывать. А мы друзья переходим к свободным заездам и пока у вас на экранах то как я проходил освоение трассы, наверное стоит сказать одну вещь, трасса для меня сложная и вообще это будет гонка на выносливость, один быстрый круг я по ней проехать могу, но на трассе есть 4 места, где находятся внутренние вот эти вот очень неприятные поребрики и если на них наехать, то машину сразу же разворачивать нахрен. И это все чревато поломками, это все чревато разбитыми антикрыльями, короче использование флешбеков, которые я честно говоря не очень люблю использовать, но иногда приходится. И перед этой гонкой, перед тем как ехать в квалификацию, а после квалификации еще и сильнее, я уперся в довольно таки активные тренировочки, проехал 3 полных дистанции гран-при. Ну как я это обычно перед каждым этапом делаю, правда перед следующим скорее всего не буду, хотя посмотрим. Не суть важная, я проехал 3 полных дистанции и в принципе результаты были довольно таки неплохие у меня лично, кроме того, что я в каждой гонке раз по 15 разбивал машину. И это на самом деле все довольно плохо, хотя вот освоение трассы первый раз, с первой попытки у нас получилось выполнить все на фиолетовый, каждый поворотик и все довольно четенько. С контролем резины тоже особо проблем никаких не было, я ехал в своем темпе, не пытаясь ее экономить, она экономилась достаточно для того, чтобы пройти эту самую тренировочную программу тоже на фиолетовый результат. Остальные программы в принципе тоже были пройдены без особых проблем, кроме квалификационного темпа там на зеленый результат. Ну и в тренировке темпа, тренировке стратегии на гонку на третьем круге в общем-то случился первый разворот на этом уикенде. Благо машину я тогда не разбил, но в общем-то в этом самом заезде этот круг был запорот, но я подумал, что и хрен с ним. Все равно это дело можно выполнить на фиолетовый, поехал дальше, плюс данные, скажем так, запоротого круга, пускай тоже будут, не все круги будут идеальными. А на пятом круге этой самой программы я тут немножко уперся в латифи и даже какой-то контакт у нас произошел, благо тоже без повреждений каких-то особых. Но он в общем-то запорол мне круг, я не смог проехать уложиться в дельту, в итоге у нас три круга на зеленый получился, надо было, чтобы это были то ли три подряд, то ли два и два. Но в общем-то тоже программа оказалась запоротой и подумал, что и хрен с ней эти 25 ресурсов ни на что не повлияют. А теперь друзья, самая веселая квалификация, соответственно первая попытка была запорота, потому что во-первых был не очень удачный выход из бэнкинга, меня немножко понесло в нем. Но там может быть не очень много времени было потеряно, как бы машину-то я отловил и дальше ехал довольно-таки четко. Но, подъезжая к одному из моих любимых левых затяжных поворотов с этим внутренним бубликом прекраснейшим, просто обожаю эти бублики на этой трассе. Я по своей старой привычке максимально пытаться атаковать поребрики, немножко заехал и в общем-то тоже немножко меня снесло. Правда и там я машину сумел отловить и кое-как не убиться и время мы в итоге поставили, но время оказалось херовым. После этого было решено выехать еще на одну попытку на старом комплекте шин, потому что очень не хотелось мне тратить шины, но увы. Я хоть и шел с небольшим улучшением, но во-первых небольшой удар в стену, который надломал мне правый закрылок и в общем-то улучшения было недостаточным для того, чтобы пройти в следующий сегмент. А мы вроде как этого заслуживали, я по крайней мере так считал, по крайней мере на тот момент. Ну и после ремонта антикрыла, поставив уже свежий комплект шин, наисвежайший просто, был проехан довольно-таки четкий круг с хорошим улучшением, который привел нас аж на седьмую позицию. Охренеть просто темп какой был, на молчаночке было проехано все. И тут мы честно говоря сразу же задумались, а почему бы не попробовать пройти в третий сегмент. Соответственно во втором сегменте была проведена попытка на старых шинах из первого сегмента проехать, на которых вот мы самые первые две попытки делали. Они убиты в усмерть, на них нельзя было рассчитывать на какой-то прям супер результат, мы на 15 место с него вышли только. Ну и соответственно под занавес решили жахнуть на свежем комплекте шин, попробовать заехать в третий сегмент и вот тяна, девятая позиция. Мы выходим в третий сегмент в квалификации на трассе, на которой я вообще этого не ждал. На самом деле на нашем уровне выход в третий сегмент это не всегда хорошо, потому что для того чтобы туда выйти надо во-первых угрохать лишний комплект шин, это раз. Во-вторых на старте нам будет выдан обязательно именно тот комплект на который мы вышли в этот самый третий сегмент, то бишь софт на который мы проехали круг. Да он уже будет изношенный, но в любом случае не знаю, просто адреналин в крови какой-то был в тот момент, хотелось показать лучший результат и было пофигу. Тем более что можно стартануть повыше, мы знаем что у нас будет штраф в 5 позиций за замену коробки-то. И в общем-то первая попытка, которую мы поехали в третьем сегменте, опять-таки как обычно я решил сначала поставить старые шины изношенные и попробовать попытку проехать на них, а бы было хоть какое-то время поставлено. Она в общем-то успехом не увенчалась, добро пожаловать в стена еще раз. Поэтому без дельты, без какого-либо понятия вообще об улучшении, ухудшении, на какую позицию мы претендуем, мы выезжаем на финальную попытку. Без дельты кстати ехать очень тяжело было и без какого-то времени, потому что во-первых мой гоночный инженер видел все времена, абсолютно все времена наших соперников, причем которые они установили. Можно было бы увидеть мое время, можно было бы увидеть улучшаюсь и ухудшаюсь, можно было бы знать насколько мне нужно улучшиться, чтобы обойти того или иного гонщика. И в общем-то с этим все намного проще, но это так не работало, потому что я опять-таки угробил свою машину. Кстати забыл сказать по поводу коробки передач, мы ее перед квалой еще не поменяли и в первом сегменте вторая попытка была немного запорота, из-за чего мы не вышли, из-за того что у нас в очередной раз вылетела передача. И кстати в практиках это тоже случалось, я в тот момент забыл сказать и сейчас мне если честно впадло это все монтировать и туда вставлять. Уж простите меня такого вот лентяя. Короче говоря круг получился довольно-таки удачно и это восьмая позиция, но радоваться пока что рано. Я вот вам вначале не сказал, но на практике мы поставили старый двигатель, который уже порядком подизношен, у него уже есть просадки по мощности, в гонке такой использовать не стоит, а в практиках почему бы и нет. Зачем изнашивать новый двигатель в практиках, если можно кататься на старом. А вот на квалу какого-то хрена я его забыл поставить новый. И с одной стороны меня это обрадовало, потому что на старом двигателе без мощности мы показали охренеть какой классный результат. Но друзья в этом был самый огромный фейл этой квалификации. Есть замечательное правило закрытого парка, гласящее о том, что после того как машина выезжает на квалификации на трассу, после этого в ней нельзя менять никакие настройки. Там минимально крыло подкрутить, там еще что-то. В случае если вносятся какие-то изменения в настройках в машине, то последует штраф старт спитлейна. В этой игре это не реализовано, в этой игре идет старт с последнего места. Соответственно старый двигатель, на нем можно даже было бы доехать до конца и стартовать откуда-нибудь. Точнее не откуда-нибудь, а мы на 13 место рассчитывали, потому что мы квалифицировались 8-ми, у нас штраф 5 позиций за замену коробки. И соответственно мы должны тогда были бы стартовать 13-ми. Установка нового двигателя, это понятное дело изменение настроек машины. Ну как бы до коню понятно. Только вот установка новой коробки передач, это тоже изменение настроек машины. И эта коробка старая, она точно не выдержит до конца. Поэтому мы получаем штраф старт спитлейн, точнее штраф старт с последнего места. При всем при этом мы угандонили абсолютно все комплекты софта, которые у нас были. Стартовать мы будем на софте, потому что мы вышли из второго сегмента. То, что мы получаем штрафы из последнего места, это никого не волнует. Мы вышли из второго сегмента, соответственно стартуем на этих шинах. Короче говоря, это было просто фейловая квала. И мы, друзья, переносимся в гонку тогда. Облачная сухая погода, что самое главное. Никакого дождя по прогнозу не ожидается. Мы стартуем с последнего места. Честно говоря, настроение у меня было так себе. День был вообще ужасный у меня. Вот в целом какой-то нервный на работе. Денис даже предлагал сегодня не ехать. Мол, давай как-нибудь в другой раз. Че уже это самое, себе нервы тратить. И может быть он даже был прав. Нас ожидал прорыв с последнего места. Нашей целью было заехать в очки. Никуда от этого не денешься. В общем-то, увы, как было, так было. И самое главное, конечно же, было не убиться. Да, у нас есть правило трех флэшбэков, которые переносятся с гонки на гонку. Да, у нас их было 9 штук уже накоплено к этому моменту. Потому что гонки без флэшбэков у нас тоже проезжались. И это было неплохо. Хотя мы и во Вьетнаме, например, и об стены бились. Но без флэшбэков там обошлись. И, кстати, может быть и хорошо. Что мы просто заехали крыло поменять. Может быть так было и лучше. В любом случае, здесь вероятность убиться была очень высока. И главное было просто не разбиться. По стартовой решетке, если кому интересно было, то Мерседес у нас на первом ряду. Волтери Боттес. Второй Ферстаппин, который отстает от него на 1 очко. В турнирной таблице Леклер Хэмилтон у нас 3-й, 4-й. Далее Албан Феттель, Сайнц Рикьярдо. Наши соперники основные. Серхио Перес, Эстебан Акон, Ландо Норрис. Короче, и так далее. Самый главный прикол нас, конечно же, ожидает в конце. Я ж не просто так вам все это показываю. Смотрите-ка, последнее место. Так хубана. Как вам такое, а? Вы такое видели когда-нибудь? Вообще, кстати, раньше в Формуле 1 действительно такое было. И можно было видеть штраф 65 позиций. Там, когда замена всех элементов была. Недавно только ввели новое правило, что в случае, если там больше 15 позиций штрафа, то объявляется просто тупо старт с последнего места. По стратегии на гонку мы в любом случае стартовали с софта. Инженер предлагал нам вообще изначально поехать на 1 пистоп софт-медиум. Я, честно говоря, в это не верил. Я даже не сильно верил в софт-софт-медиум. Поэтому мы решили, что мы будем смотреть на износ по ходу, будем смотреть на поведение машины, на трафик и на все остальное. И изначально едем софт-медиум-медиум. Если софт будет жить, то поедем софт-софт-медиум. То есть нам ничто не мешает с этим всем играться во время самого заезда и как-то это все дело изменять, комбинировать и, в общем-то, придумывать все, что мы хотим по ходу. И по стратегии у нас, в общем-то, все решено. Остается только проехать гонку и не убиться. Гаснут огни и мы отправляемся в путь. И тут, кстати, я бы тоже не сказал бы, что мы прям сильно всрали старт. Удалось сразу же на внешнюю траекторию в первый бэнкинг заскочить. Не знаю, бэнкинг это или нет. Такой с наклоном немножко, в общем-то, идет. И бок о бок мы из него выходим вместе с нашим товарищем по команде и продолжаем ехать с ним дальше, именно вместе. Немножко страшно это все было, на самом деле. В итоге я ему позицию таки вернул. Но, знаете, стартуя с последнего места, по крайней мере, мы не потеряли позицию. Это уже хорошо. Но, друзья, с машиной было что-то явно не так. Ехала она не так быстро, как хотелось бы. Вот не получалось. Что-то и дерганая она какая-то была. И сносы какие-то были ненужные, не в тех местах, в которых я привык. Короче говоря, нас ожидали большие проблемы. Реально обгонное место, кстати, на этой трассе тоже одно. Это старт-финишная прямая. Выход на нее из такого тоже бэнкинга у меня относительно неплохо получался. И на первом же круге, точнее, после первого же круга, я уже, в принципе, разобрался со своим соперником, точнее, партнером по команде. Его мы здесь довольно быстро прошли и устремились в погоню за Вильямсами. На втором круге Вильямсы уже немножко отстали от остальных и пришло самое время атаковать их. Но тут случилось первое дерьмо в этой гонке. Я не знаю, каким образом это случилось. В этом месте меня ни разу до этого не разворачивало. Я столько кругов намотал уже, что в этом месте я был прям уверен в себе. Там можно было выходить на газпол, даже на тяжелой машине. Даже на хасе у меня это хорошо получалось, когда я тренировался. Но, увы, здесь пришлось заюзать флэшбэк. И, в принципе, со второй попытки вроде как мне практически удался этот обгон по внешней стороне в этом самом бэнкинге. Но я не знаю, что произошло в тот момент. Второй круг, а мы уже используем флэшбэк. На третьем круге случился очередной разворот. В том левом повороте, который я так сильно люблю. Да, я как бы сам виноват. Но на самом деле в том месте меня развернуло как-то не так, как обычно. Здесь не было вообще шансов отловить машину. Обычно они есть. Просто я, скажем так, не сильно это умею. Но здесь прям шансов не было. Тут уже стали закрадываться сразу же сомнения о том, что не все пойдет у нас по плану как надо. На шестом круге, да, только на шестом круге я доехал до Латифи и попытался его атаковать. И эта атака, она как-то я не знаю, она не прошла. Да, мы какое-то время вместе с Латифи ехали бок о бок, но в итоге он остался впереди. И блин. Шесть кругов прошло, я до сих пор не прошел Вильямса. Я тягаюсь с гребанными Вильямсами в этой гонке. Но на этом это все дерьмо не закончилось. Внезапно меня, мать твою, проходит Рассел. Меня проходит второй Вильямс. И разумеется, я пропускаю его вперед. Но и это еще не все. В этом же самом месте меня проходит и Ализи. Он влетает как ненормальный, конечно. И я бы так делать, наверное, не стал. Но, твою мать, я откатился на последнее место. То есть, для сравнения. В прошлой гонке мы 14 кругов на трассе, на которой легко обгонять, возили за собой Фетеля. Сейчас нас проходит Ализи и гребаные Вильямсы. И у меня сразу стало закрадываться, знаете что, в голове? Мы слишком одна. Машина не едет, машина херово управляется. Квалификация была охрененной. А в гонке все не так. Да, я понимаю, что она тяжелая на полном баке. Да, небольшой износ шин есть. Но я тренировал гоночки до этого. Я на Хасе ездил. Я на Альфа Ромео ездил. Которая тоже не топовая машина. И такого дерьма не было никогда. Мне пришла в голову мысль о том, что, может быть, когда нас, скажем так, штрафовали по закрытому парку, слетели на стройки машины. Потому что машину так или иначе я как-то настраивал немножко. И мой гоночный инженер, а потом, в принципе, и весь чат. Ну, не весь чат, но там много было сообщений. Мол, давай не мучайся, давай рестарт, настраивай машину, нехер тут 72 круга страдать. И, в общем-то, на восьмом круге меня убедили это сделать. И мы начинаем гонку заново. Оказавшись на стартовой решетке еще раз. В общем-то, правило закрытого парка действовало. Вроде как настройки остались мои. Я немножко решил добавить прижимной силы на всякий случай. В общем-то, вся проблема была в моей криворукости. Рестарт гонки, в общем-то, прошел более-менее адекватно. Да, у нас сейчас будут вот такие вот еще вставочки иногда попадаться. Правда, сюда будет залетать только то, что попадает якобы в лучшие моменты гонки. И не всегда туда попадает все самое интересное. В общем-то, что попадет, будем делать такие вставки. Весь повтор я отсматривать, ребята, уж извините, не смогу никак физически. Я и так это дерьмо уже монтирую четвертый час и только приступаю к гонке. Ну, в общем-то, в конце первого круга на старт-финишной прямой я сразу же полез в атаку на Латифи. И без особых проблем я его прошел. Да, он и особо не сопротивлялся. Впереди у нас был наш напарник по команде. Это французская падла, между прочим, которая, я же лично плачу деньги, не давала мне к себе приблизиться целых семь кругов. Ну, точнее, шесть, по сути дела. На седьмом круге лишь я попал в зону ДРС. Уже давно было открыто и прожал кнопки и полез атаковать. То он тоже, видимо, прожал кнопки. Но тут по внешней стороне у него, в принципе, не было никаких шансов. Впереди у нас был Рассел и борющиеся между собой Грожан и Кими Райканен. На двенадцатом круге я уже подъехал к Джорджу Расселу. Он очень долго возил меня, точно так же, как и Ализи. Не было никаких возможностей его атаковать. Я его напрямую тупо не догонял. И вот только на двенадцатом круге я решился на атаку. Опять-таки, прожав все кнопочки. Но и тут он меня просто так не пропустил. Выйдя из первого поворота бок о бок, мы точно так же бок о бок влетаем в бэнкинг. Бок о бок его проходим. Бок о бок выходим из него. Продолжаем ехать еще несколько поворотов. И только там, где у меня уже, скажем так, более выгодная траектория получается, я немножко ухожу от него вперед. И блин, как же меня напрягает то, что двенадцать кругов, а мы все еще боремся с Фильямсами, которых должны уже давно обойти на круг были. После этого Грожан немножко уехал вперед, но два круга, и вот мы у него на хвосте. И атакуем его, у него нету ДРСа у нас есть. В общем-то, особо сильных проблем он у нас не вызвал. Мы уже на восемнадцатом месте. Этот обгон игра, кстати, тоже посчитала интересным моментом, поэтому мы можем насладиться вот так вот с камерой, точнее с телекамерой, даже посмотреть, как мы обгоняли Грожанчика. Ну весело же, е-мое. На семнадцатом круге у нас появляется первый сход с дистанции. Вон там он слева припаркован из Табан Акон, который, соответственно, тоже отдает позицию. Далее мы уже семнадцатые. На семнадцатом круге, да, очень символично. Шины у нас к тому моменту, кстати, уже довольно-таки сильно износились. Мы уже к тому моменту решили, что мы едем софт-медиум-медиум, а еще, с учетом того, что все лидеры были у нас в отрыве в тридцать секунд уже, круг мы проезжаем где-то за минуту пятнадцать плюс-минус, ну лидеры там, темп у них был такой в чистом воздухе примерно. И можно было сделать вывод, что они прям вот стопудово пройдут нас минимум на один круг. Соответственно, всю нашу стратегию, то есть заезжать на восемнадцатом круге, можно было сместить на круг назад, тем самым попытавшись немножко подкопаться под впереди идущих. Впереди у нас был Гасли, Кими Райканен, Магнусен и так далее. Выехав из боксов на восемнадцатом круге, Латифи был в пяти секундах впереди одна. За два круга мы сократили это расстояние, и, соответственно, было понятно, темп есть, надо лететь вперед, пробовать эндеркатить. Однако первая попытка атаки на него прошла, скажем так, безуспешно, он там прям жестко тормозил впереди. На следующем же круге еще не доезжая до прямой, прямо в бэнкинге по внешней стороне, я его прохожу, не оставляя ему никаких шансов абсолютно. Пользуясь его ДРСиком, пролетаю старт-финишную прямой, и мы видим, что из боксов выезжает Пьер Гасли. А выезжает он позади нас. То есть наш темп был очень высоким на свежем медиуме, в отличие от его темпа на софте. Уже довольно-таки изношенным. То есть эндеркат сработал, мы отыграли одну позицию по отношению к Гасли. На следующем круге, проносясь мимо боксов, мы помахали рукой уже Кимми Райканину и отыграли у него позицию. А на следующем круге в боксах побывали Антонио Дживинаци и Кивин Магнусон. И соответственно нам удалось эндеркатнуть еще и их. Соответственно мы уже на 12-й строчке, вот так вот 4 обгона без обгонов, если можно так выразиться, чисто за счет стратегии. Кстати, из боксов Кимми выехал в 3 секундах от нас, но он был на мягких шинах, а мы на средних, и это в общем-то вызывало свои сложности. Проехав еще полкруга, случилась неприятная вещь. Мы получили замечательное сообщение от нашего инженера. Твою мать, впереди ожидается дождь, а я к нему был совершенно не готов. Плюс для всей полноты картины, просто для всего того, что было в этой гонке, у моего инженера внезапно, на секундочку, потух свет в квартире. В принципе, секунду без света он бы, наверное, мог бы и легко прожить, если бы это не рубануло ему комп, а он, соответственно, отрубился от телеметрии из-за этого. А для того, чтобы подключиться, это надо было ставить паузу, там запустить кучу прок, мне именно надо было это делать. В итоге так и сделали. Потом он не мог подключиться, потому что ему прок говорило, типа, ребята, вы там слишком часто пытаетесь подключиться, а ну-ка 15 минут подождите, пожалуйста. В общем-то, я ехал без инженера, в то время, как сзади в зеркалах у меня маячил Кими Райканен. И маячил он очень долго. На 28-м круге приходит хорошая информация по поводу Квята, который впереди нас идет, что, мол, у него проблемы, он будет ехать медленнее. Ну, твою мать, посмотрите, как Кими просто лезет в каждом повороте. Да, понятно, что у него быстрее шины, да и машина, наверное, быстрее, чем наша намного. Но в прошлых гонках он не доставлял проблем, кроме Австралии. Но наша цель не Кими, наша цель впереди Квят и Перес, потом, чтобы заехать в очки, но инженер говорит, через 15 минут будет дождь. Да, с момента того, как он сказал, что через 10 минут будет дождь, прошло 7 минут. Я не поленился по таймлайну, это все посмотрел, все записал, у меня все четко. Мне тут даже вспомнился Гран-при Венгрии, прямо на стриме. Там тоже так было, правда, дождь так и не пошел. Может, и у нас не пойдет. Я хотел бы, чтобы не пошел. По крайней мере, в тот момент. На 29-м круге мне, кстати, снова захотелось облизать этот внутренний поребль, в котором меня уже разворачивало, и... Здрасте, приехали. Да, использовали второй флешбек в этой гонке. Ну, технически второй в этой конкретно гонке. Ну да ладно. У нас впереди был Квят, и на 34-м круге мы сумели его достать. Как-то непонятно, он темп сбрасывал, он то ехал, то не ехал. Но, в общем-то, нам удалось его достать, у него произошла небольшая ошибка на выходе из поворота, и я, кстати, ринулся атаковать прям вот в том месте, где от меня этого не ожидал даже я. Кстати, вслед за мной еще и Кимми полез. Получился вот такой вот довольно-таки красивый двойной обгон. Честно говоря, в тот момент у меня была надежда, что мы обойдем Квята. Он немножко попридержит Кимми и даст мне передохнуть, потому что от атак Кимми я отбивался вот на протяжении всех вот этих кругов, сколько ехал. Пока мы обгоняли, кстати, Квята, нам инженер сказал, что через 5 минут пойдет дождь, да, еще 7 минут после 15, после 7 минут, после 10 прошло. Твою мать, что я сейчас сказал. Ну, короче говоря, он через 5 минут пообещал дождь, и вообще, кстати, небо затянуло. Вам, наверное, с учетом нарезки лучше видно изменение вот облачков, когда нарезочка идет. В любом случае, на 37-м круге нас обогнал Валерка, бота с которой. Обогнал нас на круг. Во Мерседеса несутся. В общем-то, со стратегией, по сути дела, мы угадали, мы действительно едем на круг меньше, с учетом того, что пройдена половина гонки, а нас уже обгоняют на круг. На 40-м круге уже отчетливо были видны капли дождя на лобовом стекле, на визоре, короче, везде. Дождик начался, да. К нам потиху на круг уже подкатывал Шарли Клер, а также позади него были Хэмилтон и Ферстаппен. И знаете, что в этой ситуации сделали стратеги Феррари? Они позвали Леклера в боксы. А знаете зачем? Ни хрена не за промежутком. Они ему переобули с Лики. Нам, в принципе, инженер тоже предлагал стратегию, давай, мол, на 51-м круге заедем за софтом. Ну твою мать, дождь же идет, ну по-любому, через пару кругов, ну надо будет ехать за промежутками, ну можно же было потерпеть. В итоге Леклер, можно считать, слил свое второе место, именно благодаря стратегам Феррари. Также на 41-м круге пришлось пропускать вот так вот Хэма и Тапка. Тапок что-то долго не хотел меня обгонять. На самом деле я очень не умею. Не знаю, как это очень не умею. Ну короче, я очень не умею, да, пропускать круговых и сильно на этом время не терять. То я, получается, 2 секунды-то и потерял на этом. А это не есть хорошо. На 44-м круге дождь уже был довольно сильный, трасса уже намокла, держака уже почти не было. Мы решили ехать в боксы. Плюс в боксы поехали все остальные, это было явным зеленым светом, что, мол, надо. Но, пока я пытался инженерам сказать, что, мол, я поеду в боксы, что-то я там запутался в кнопках, меня снесло нахрен, добро пожаловать стена, добро пожаловать третий флэшбэк. Переобувшись в дождь в промежуточную резину, несмотря на то, что я никак не тренировался ездить в мокрую погоду, и вообще это все дело очень сильно не люблю, мы начали отрываться от Кимми. В свою очередь, строл впереди идущий начал отрываться от нас и был очень далеко впереди. Мы к нему не приближались, и, в общем-то, 11-я позиция это то, на что мы могли рассчитывать в этой гонке, если никто перед нами не сойдет. Дождь шел очень недолго, к 56-му кругу, мало того, что он закончился, уже трасса начала довольно-таки сильно подсыхать, и я не знаю зачем, но мы решили поехать уже на слики переобуться. Тут на светль на круг проходил, правда, он еще на промежутке был. Да, был еще небольшой спрей от сликов, но держак уже был. Какой-никакой. На следующем круге, соответственно, все остальные поехали уже за сликами, то есть мы, по сути дела, переобулись на круг раньше, мы даже сумели отыграть на этом где-то секунды 3 по отношению к Кимми и по отношению к впереди идущему стролу. Да, сейчас мы видим, что Кимми и Квят впереди, но они сейчас заедут. То есть слики уже работали, но толку от этого не было никакого. У нас был довольно солидный отрыв от Кимми, который шел позади, и был недосягаемый отрыв от строла, который был впереди. На 53-м круге нас прошел Шарли Клер на круг, но это, в общем-то, не очень интересно, но потом впереди я увидел, и давай, сразу челлендж появился, мол, давай сжать. Надо проходить на круг этого канадского рентодрайвера, который ездить-то толком не умеет, и который мне нервы трепал в начале гонки, падла. Вот такая вот, в общем-то, у нас цель в конце появилась, по сути дела, с момента, когда начал накрапывать дождь, и Кимми отвалился от нас. А это было примерно на 40-м круге, и до 71-го круга почти полгонки, 31 круг. Мы просто старались не убиться, и у нас это, кстати, получилось. За все это время мы ни разу не ушатались в стену. Но, короче говоря, в этой гонке ничего не происходило. Мы финишируем на 11-й позиции, мы не зарабатываем на этом никаких очков. Мы, в принципе, опережаем нашего соперника, Романа Грожана, причем, опять-таки, по всем статьям, по которым можно было. Но толку от этого никакого. Будем считать это некоторой тренировкой. Сильно провальной этой гонку я считать не могу, потому что провальной у нас в этой гонке оказалась квалификация. А точнее, именно тот фейл, который случился у нас с закрытым парком, из-за чего мы стартовали с последнего места. Хотя должны были стартовать 13-ми. Если бы стартанули 13-ми, может быть, все сложилось бы по-другому. Но мы имеем то, что имеем. Кстати, с другой стороны, дождь нас немножко даже спас. Потому что, как только пошел дождь, мы стали отрываться от Кимми. То есть, когда мы были в одинаковых условиях на промежутках, Кимми начал отваливаться. Да, на софте он был быстрее, чем мы на медиуме. Это, в принципе, логично. Дохнуть этот софт у него на колесах абсолютно не собирался. Не знаю, сколько бы мы еще смогли его сдерживать. Ну, в общем-то, дождь нас, по сути дела, немножко спас. И вот, ребята, мы, в общем-то, выходим на финишную прямую. Да, это 71-72 кругов, но так как мы в круге от лидера, Этот круг является для нас последним. Мы заканчиваем гонку на 11-м месте. Хорошо это или плохо решать вам? Кстати, напишите, вот, хорошо это или плохо. И за большое количество обгонов, ну, по меркам игры, За самое большое количество обгонов, у нас их получилось аж 11. 11 отыгранных позиций, мы становимся пилотом дня. Толку от этого тоже никакого, но, в общем-то, приятно, ладно. В итоге, вот такие вот результаты у нас по итогам 5 заездов. Те, кто ниже, они очков не имеют от слова совсем у всех по нулям. У нас же 9 очков, мы занимаем 10-ю строчку. Для дебютанта вполне себе неплохо. На этом, друзья, я буду заканчивать этот обзор. Если вам понравилось или что-то не понравилось, Напишите об этом в комментариях, пожалуйста. Очень нужны ваши комментарии, и много-много-много их должно быть. Хочу. Не забывайте также про лайки. Если вы впервые на канале, то подписывайтесь. У нас на следующей неделе Гран-при Испании. Всем, в общем-то, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.